Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара на пару каток Лео. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, как обычно, хочу попросить каждого из вас, кто еще этого не сделал, подписаться на мой канал. Я буду очень благодарен вам за поддержку моего канала и поставить лайк этому видео. Итак, ребята, Лео, семерка, средний танк, это вторая ступень, которая ведет вас к кранвагену в вот этой вот веточке. Что он собой представляет и, в принципе, краткие его характеристики. Не буду рассматривать броню, броня себя покажет в бою, точно так же, как и динамика разгона, разворота, скорость сведения. Все вот эти цифры, я лично не люблю их смотреть, потому что они для меня, честно говоря, не совсем осязаемы и понимаемы. Мне больше понимаемо, когда я выкатил его в бой и посмотрел, как он себя ведет по факту. Итак, орудие. Единственное, на что я обращу внимание, это минус 10 и плюс 15 углы вертикальной наводки. Что касается среднего урона, 290 плюс-минус неплохо, но вот время сведения немножко качает, потому что 9,6 секунды, ну как бы, ну, многовато, честно говоря, как для среднего танка. Хотя урончиком, возможно, этот частично компенсируется. Мне лично не сильно комфортна данная пушечка. Итак, урон в минуту 1815, но с такой скоростью перезарядки наколбасить это немножко сложновато. И, честно говоря, средняя бронепробиваемость в 155, это, ну, ни вашим, ни нашим. Плюс-минус есть, да и слава богу. Итак, едем в бой и смотрим, что он собой представляет там. Итак, первое, что мы с вами сможем оценить сейчас, зайдя в бой, это его динамика. Мне, честно говоря, динамики очень сильно не хватает на этом танчике. Я не оставлял себе этот танк в ангаре на основном аккаунте. Ну, для меня он не является фановым, не является веселым. Есть машинки гораздо бодрее и веселее. В принципе, для большинства из вас, скорее всего, эта машинка будет просто вот такой проходной ступенью, кранвагену и не более того. Может, какие-то машинки уровнем повыше вы себе оставите ради фана или в коллекцию, но явно не эту машинку. Играть на ней, для меня, честно говоря, огромного комфорта нет. Предыдущая пушечка более скорострельная, но в два раза меньше уронная. Поэтому сказать, что она является там намного более комфортной, нет. Просто я люблю орудия, которые быстрее перезаряжаются, пускай даже меньше нанося урона. Что касается динамики вот этого вот разворота, когда можно попытаться помансить или надо срочно развернуться и куда-то откатиться, безусловно, это в танчике есть. А вот скорости движения назад у него очень мало, как для среднего танка, для того, чтобы можно было куда-то закатиться, подождать, когда твои союзники, может быть, подъедут и попытаются тебе помочь. Ну, вот как-то так. Мансить на этом танке тоже смысла особо никакого нет, потому что как ты на нем не становись, в основном ты пробиваешься. Пушка касая, просто вообще, как мой сосед на пьянке. Попасть в кого-то вот просто там с какого-то разворота так, чтобы оно плюс-минус в серединку куда-то прилетело, очень сложно. На небольших расстояниях, да, безусловно, выцеливать можно, это получается, но на эти небольшие расстояния надо еще на этом танчике подкатиться, ну и, соответственно, попытаться где-то как-то, я бы сказал, уйти от удара противника, потому что принять его на себя без урона вам будет очень сложно. Итак, что еще можно сказать про эту машинку? Она, вот, знаете, из разряда, ну, никакая. Вот просто отыграл, закрыл для себя вопрос прокачки ветки на этом уровне, перешел на следующий, ну и там уже начинаешь катать следующий танчик. Вот, машинка, по моему скромному мнению, унылая, и сказать, что вы там будете на ней вечно рысачить куда-то, ну нет, и, честно говоря, на предыдущем уровне фана и веселья гораздо больше. Так, сейчас мы попробуем определиться, куда бы нам поехать, немножечко кого-то еще подамажить, так, чтобы под обстрел не попасть. Вот, не хватает их. Вот, для меня, честно говоря, уже даже не так сама пушка, которая не является там какой-то уронной или там скорострельной. Мне, честно говоря, больше всего неприятен вот этот вот вопрос слабоватой динамики, как для среднего танка, потому что могло бы быть-то, конечно, и получше. Итак, посмотрим результаты боя. Ну, и вот наши результаты, то, что я говорил, что в минуту урон наколбасить будет немножко сложновато, 837 урона, всему виной немножко косоватая пушечка, немножко косоватые, возможно, ручки у меня, но давайте будем говорить откровенно. Я не статистический игрок, я среднестатистический игрок, и я не умею там как-то очень точно просчитывать, под каким углом куда надо выкатиться, предугадать противников и так далее. Я вот просто играю, да играю. И, в принципе, мой канал посвящен тому, чтобы показывать, как танчики будут вести себя в руках, ну, вот таких вот обычных заурядных танкистов. Давайте попробуем еще одну каточку на нем сделать. Итак, ребят, наша вторая каточка на Лео. Сейчас поедем вместе с СТ-шками. В принципе, это нормальная позиция для этого танка. Сходя из того, что ехать против ТТ на нем, ну, крайне противопоказано, я бы даже сказал, является опасным для жизни. Пока заходили в бой, я о чем подумал? Я подумал о том, что я так смело сказал, что я у себя в ангаре его не оставлял, потому что меня он как-то вот, ну, совсем не впечатлил. Это для меня лично был просто проходной танчик для того, чтобы пробраться на уровень выше. У меня к вам есть вопросик. А оставляли ли вы Лео себе в ангаре? Напишите об этом в комментариях. Укажите, да, я себе его оставил. И просто кратенько напишите, ради фана или по какой-то другой причине. Ну вот, наши союзники очень четенько здесь разобрались с этим флангом. Мы даже сделать ничего не успели. Да, что-то в этом бою, честно говоря, посмотреть и заценить танчик особо у меня сейчас, видать, не получится. Исходя из того, что я изначально неправильно выбрал себе просто направление движения. Ну, а вот этот вот красавец, скорее всего, сейчас нас просто будет разбирать и выносить потихоньку в ангар. Я думаю, что надо нам отсюда сковылять каким-то образом чудным. Потому что, честно говоря, с этим арлом желания встречаться лоб в лоб у меня нет абсолютно никакого, зная, что он меня может прошить, в принципе, куда угодно. Сделал я какой-то непонятный, стрёмный круг почёта по карте. Нашёл себе хоть кого-нибудь для того, чтобы в него немножко пострелять. Скорости перезарядки чутка не хватает. Всё-таки у шпица скорость перезарядки поинтересней. Ну, вот как бы, наверное, и всё. Да, ребят. Ну, вот такой вот он Лео. Не буду дожидаться окончания боя. Скажу лишь следующее. Если вы имеете противоположное мнение по поводу того, чтобы не оставлять этот танчик в ангаре или считаете его фановым, напишите об этом в комментариях. А с вами был вот ГСН, обзор Лео, как проходного, по моему скромному мнению, танчика, ведущего вас к заветной десятке кранвагену. Всех благ, всего хорошего. Возвращайтесь на канал, ставьте лайки. Я буду вам очень благодарен за поддержку моих начинаний. Всех благ, всего хорошего. Фантись. 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 Продолжение следует...